доброе утро друзья добро пожаловать на морской влог давайте приступим к приготовлению завтрака первым делом конечно же кофеек так что заваривайте чье кофеек берите вкусняшки поцелуй фасоль готова сейчас делаю скрэмбл жарю яйца овсянка готова осталось достать французские багеты и бекон друзья я давно пользуюсь сервисом games go и хочу вам его порекомендовать так как эта платформа на которой вы можете выгодно оформить подписку на самые популярные сервисы а с моим промокодом вы получите дополнительную скидку в 5 процентов на netflix и youtube и 3 процента на остальные сервисы оформляйте подписку выгодно вместе со мной регистрируйтесь по ссылке в описании и используйте мой промокод для получения дополнительной скидки один из членов экипажа привез вкусный сыр с плесенью нарезал ставил так как выглядит завтрак следующий раз еще может панкейки приготовлю вот кушают все цивильно понемногу весь экипаж украинцы все нормальные ребята дружелюбные спокойные веселые я все еще привыкаю к оборудованию специфической духовке к пара конвектомату к инвентарю есть сковородка tefal более не менее для яиц такая же которая все на которой все подгорает то есть она уже прогревшая там еще старые сковородки надо разобрать посмотреть может те лучше будут призна портвине я так и не нашел особо такие только такие вот алюминиевые вот то есть вот этих три штуки которые влазят в духовку остальное все не влазит весело короче посмотрим может я буду использовать как-нибудь вторую духовку если большие порции кита готовить вот сюда но я думаю что это не пригодится потому что ну по вчерашнему дню например если посмотреть то все едят по немногу так что я думаю что продуктов хватит даже будут остатки я постараюсь конечно чтобы был запас какой-то постараюсь все просчитать вот сегодня на обед я оставил баллоне за со вчера так что сегодня приготовлю лазанию запеку курицу вот она ужин на ужин посмотрим может может быть да либо лосось либо сосиски с макаронами пожаренные сосиски с обжаренными макаронами и овощами посмотрим буду отталкиваться от обеда и сколько останется в желазании хочу сделать ну два небольших таких две такие гостоемкости если останется 2 дать ее еще на ужин потому что тут реально вот я ходил на свое старое судно там как раз мой шифт был и у них так и осталось типа 10 евро на человека в день и прям очень тяжело говорят что цены очень выросли и делать заявку но с тем же качеством с тем же разнообразием прям очень сложно то есть каждую мелочь высчитываешь вот так вот да цены растут конечно капец у нас 15 50 евро на человека в день чуть чуть больше целом я так посчитал то что приехала там мясо должно хватить если на две с половиной недели на 17 дней посчитать вот четко на то время как приехала провизия на какой период проехала приехала провизия то это 8 килограмм мяса в день на экипаж в целом нормальные порции будут можно и поиграться потому что не везде что используешь полный объем мяса где-то врагу можно добавить меньше где-то там баланьеза разбавить где-то еще что-то посмотрим сейчас вот пару дней где-то неделька может надо посмотреть сколько ест экипаж что все были сыты довольны посмотреть какой объем еды уходит сколько остатков и уже от этого отталкиваться все считать надо как я люблю потому что когда ты все считаешь тебя все под контролем то есть ты знаешь что не берешь на наобум какой-то продукт и просто на отвали приготовила потом у тебя не хватает продуктов нет и все взял посчитал расписал примерное меню и по нему работаешь отталкиваясь немножко ситуации завтрак закончился поставил воду на суп я буду делать куриный супчик с макарошками принес уже свою технику блокноты сделаю кексы сделаю бисквит и заготовки буду подготавливать все к обеду сейчас замариную курицу подготовлю все на лазанью курочка пошла давайте как раз проверим диджай осмо поки 3 как она будет себя вести потому что для этих влогов я ее и брал чтобы она следила за моим положением на камбузе и я всегда оставался в центре камеры когда хожу по камбузу очень кстати удобно сейчас буду разбирать курицу мариновать вы кстати напишите в комментариях тоже как вам такой кадр как вам такая съемка ну это прям очень удобно я думаю что ее будет стоит поставить чуть выше ну и так сойдет пока что так здесь мы пока уберем сторонку сейчас разберу замариную курицу и в принципе можно будет приступать к десертам к заготовкам на гарнир дам печеную картофель так бульон пока варится все поэтапно разберу еще говядину нарежу на гуляш на ужин тоже все подготовлю сейчас поставлю тушиться чтобы было мягенькое вот а на ужин уже добавлю овощи доведу до вкуса все блин ну классно смотрите куда бы я не повернулся камера смотрит на меня шикардос так разберу так говядина готова сейчас замариную курицу и нарежу овощей на гуляш на ужин все тесто на кексы готово на шоколадные маффины сейчас раскладываю по формочкам буду запекать все все отправляем в духовку 180 градусов 15 минут так закидываю пока говядину тушится и и разбираю сейчас курицу чтобы она была чуть подмороженная оставил ее чтобы разморозилась все маринуем курочку соевый соус чесночное масло надо надо какую-то бутылочку под него найти это так неудобно посолю поперчу и добавлю базилик и паприку вот и все затем что у нас по времени пол десятого надо сделать бешамель и подготовить картошку для запекания все пусть маринуется пока потом поставлю в духовку есть кексики готовы вообще красота смотрите песня приступаем к бешамелю 250 грамм сливочного масла растопить 250 грамм муки и два с половиной литра молока все четко муки сейчас начищу картошки морковки лука на суп масло почти растопилось гуляшек хорошо все супчик хорошо ну и только вот такой вот венчик есть нормальный потому что второй это просто страх где где он вообще а вон с картошку помою на запекаем вот посмотрите тоже ужас что это вообще за монстр я пойду может в город когда возьму себе венчик буду со своим венчиком ездить так ну что приступим бешамель готов теперь будем собирать лазанью болоньезы чуть-чуть присаживаться чтобы меня было видно нормально все вот такая вот красота получается сейчас засыпаю сыром накрываю фольгой и ставлю в духовку так теперь нарезаем картошечку картошечка готова будем запекать супчик почти готов осталось разобрать курочку добавить вот кексики красота курочка готова сейчас буду вынимать лазанье почти тоже готово у-па отлично какая красота какая красивая получилась лазанье сейчас нарезаю и выдаю кексики шикарные получились мягкие поприлипали все короче антипигарного покрытия здесь уже нету все осталось нарезать салат и выдать картошку а сейчас посмотрим какой салатик сделать вот с этой кружки давайте помидорки возьмем йогуртчик слайсами салатик готов последний штрих салатик десерт сейчас еще фрукты поставлю и будут ребята приходить так что приятного аппетита поменял местами здесь поставил комбайн куда соуса так удобнее замыл все мы уже вышли немного будет покачивать сейчас поскладываю что успею пока все кушают наведу немного порядок все вышли в работу начинается уже веселье погодка шепчет так все замыл чуть-чуть поскладывал чтобы не упало уже начинают прям качать вот обед закончился пойду на перерыв увидимся в 3 часа на кофе тайме и и и и и и и и павлодка класс приступаем к приготовлению ужина сейчас нарежу лучок морковку на гуляш и запарю кускус плюс осталось еще курица и лазанья с обеда дам тоже на ужин и суп и сделаю свадьбу салатик готов сейчас сделаем посолили свои заливаем один как все один к одному залили раз перемешаю вилочкой накрой крючкой 5 минут все готово вот и все готово здесь вкус здесь лазанья гуляш и курица с обеда салатик приятного аппетита погодка становится уже немного лучше уже все по ужинали всем все нравится все довольны всем вкусно я уже замылся убрался все по убирал все помыл остался осталось пару порций мяска я оставлю на ночь ну и в принципе все мясо на ночь я достал размраживаться завтра продолжу уже раскладывает наводитесь порядок вынимать лишний картон все складывать по своим местам сегодня такое покачало немного ну погода идет уже на спад уже пару дней так точно будет спокойно я надеюсь посмотрим это вы увидите в следующих видео так что подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх делитесь этим видео со своими друзьями и пишите ваше мнение в комментариях всем огромное спасибо это был морской влог рабочий день судового повара дальше будет еще интересней спустился кампус проверить холодильник не открылся ли потому что начала еще качать а кто-то зацепил воду короче в беймарине вода начал вытекать и сейчас вот тут вот вот такие вот потопы вот уже стою 3 ведро вычерпываю здесь собираю воду все мокрое коврик сюда кинул пуша тут хоть есть слив там слива нету почему-то и вот так вот вода гуляет вот такие дела и сухарики плавают вот такой вот backstage сейчас пылесосом высасываем воду почти всю высосали осталось пройтись шваброй и все будет сухо там даже в тиверуме вода опять так так можно зацепить вот так вот рычаг это с водой так более не менее вытерли ну влажная палуба осталась она уже высохнет вот как можно было вот так вот зацепить более там слышно что вода идет ладно с коврик поставил пусть стекает там еще в тиверуме сейчас ребята пылесосит чтобы это все воду брать вы уж принципе все можно идти отдыхать будет вот такое вот окончание смены пришел проверить поставил я резинку на холодильник или нет проверил